В прямом эфире время новостей. В студии работает Виктория Малая. Здравствуйте. Пять лесных пожаров на площади более 30 гектаров ликвидировали за минувшие сутки в Иркутской области. Леса горели в Иркутском, Боханском, Аларском и Зиминском районах. Сейчас возгорания продолжают действовать под Иркутском, возле Шелихова и Усолья-Сибирского. Для тушения задействованы 23 специалиста и 10 единиц техники. Об этом сообщает правительство области. Праздник молодости, труда и положительной энергии в Иркутск сегодня доставили флаг международного движения WorldSkills. Это соревнование, где молодые люди показывают свое профессиональное мастерство. До нашего города Стяк успел побывать в 20 странах, среди которых Арабские Эмираты, Финляндия, Бразилия, Япония, а также на Международной космической станции. Везде, где он был, на флаг наносили логотипы соревнований, которые там проходили. Здесь мы открываем эстафету флага, сегодня в Иркутске. Потом она перемещается на наш памятник Александра Третьего и дальше в поселок Крыстянку на Байкал. На пик Черского мы поднимаем на 2000 метров над уровнем Байкала, чтобы покрасоваться и зафиксировать это замечательное событие. Российский этап эстафеты пройдет в рамках корпоративных и отраслевых чемпионатов. Он затронет все центры федеральных округов. Флаг посетит регионы, промышленные лидеры и крупнейшие предприятия. Затем совершит путешествия в Республике Татарстан. Финальной точкой эстафеты флага WorldSkills станет церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, которое пройдет в Казани. Пожарной охране 370 лет. Юбилейную дату в Иркутском гарнизоне отмечают традиционными соревнованиями по многофункциональному пожарно-спасательному многоборью. В них принимают участие сотрудники МЧС со всей области. Поднимают тяжести, используют навыки оказания первой медицинской помощи, показывают свою физическую подготовку. Все эти умения необходимы спасателям для работы в сложных и опасных условиях. Соревнования уже стали традиционными. Проводим мы их уже на территории города Иркутска в территориальном гарнизоне уже в четвертый раз. Сегодня в наших соревнованиях принимают участие не только огнеборцы, федеральные противопожарные службы, но и других частных видов пожарной охраны. Иркутск. В ближайшее время жители региона будут сортировать мусор на европейский манер, тем самым обеспечивая возврат вторичных ресурсов в хозяйственный оборот. Надо будет создать специальные контейнеры, расставлять контейнеры. Это на самом деле основной упор, который в реформе заложен, это раздельный сбор, чтобы перейти больше на европейскую модель. Легче всего, конечно, бизнесу сортировать, поэтому они сейчас частично уже сортируют. Поэтому мы все меры предпринимаем для того, чтобы именно перейти на раздельный сбор. То есть это основное направление. Кроме этого, для жителей сельской местности запускают проект, который еще практически не применялся в России – поля компостирования. Пилотная программа позволит сократить расходы сельчан на обращение с отходами. В июле закончится тестовый режим, и если метод понравится сибирикам, то его внедрят во всех деревнях и селах Иркутской области. Трибуны для празднования Дня Победы. Это достаточно свободная история в том смысле, что ограждение площади, естественно, будет, оцепление, транспорта не будет, но горожанам прийти и посмотреть репетицию парада будет возможно. Добавим, что в дни праздничных мероприятий ограничат продажу алкогольной продукции. Запрет коснется магазинов, расположенных в центре города. Также по распоряжению администрации общественный транспорт будет работать до двух часов ночи. Свои планы на майские праздники имеют и жители города. Мы поинтересовались, как они намерены провести длинные выходные. На дачу. С сыном погуляю по центру. Ой, ну, шашлык. Я буду заниматься музыкой, потому что впереди у меня экзамены и гулять с друзьями, потому что на улице очень теплая погода. Работа на корабле. Отдых с семьей, поездка в Оршан, в Жемчуг. Огородом заниматься. Поедем на Оршан отдыхать, праздновать весну, жить и готоваться. Есть позы, участвовать в параде на 1 мая, готовиться к 9-му, всех поздравлять. Делать миллион красивых селфи с шашлыком. Полет в подарок ветеранам. Уже сейчас и до 14 мая перелет по России для ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, бесплатный. Историческую акцию проводит авиакомпания «Ираэра». Количество полетов в этот период не ограничено. Также бесплатные перелеты предусмотрены для тех, кто будет сопровождать ветеранов в поездке. А с приближением лета все популярнее становятся рейсы к Черноморскому побережью. С этого сезона компания увеличила их количество и возобновила перелеты в Геленджик. В Сочи, если мы выполняли раньше 2-3 частоты, в этом году 4 раза в неделю будем вылетать с Иркутска. Два рейса через Барнаул, два через Омск. И через Омск из Иркутска прямые рейсы – это Анапа, Геленджик, Краснодар. В Сочи это у нас будет ходить как круглогодичный рейс. Остальные направления будут ходить до 15-18 сентября. Начало рейсов с 25 мая. Также летом увеличат количество рейсов в Харбин и Маньчжурию. А субсидируемые рейсы действуют по двум направлениям – Сочи и Санкт-Петербург. Приобрести билет за 25% от его стоимости смогут пассажиры до 23 лет, а также пенсионеры – женщины старше 55 и мужчины после 60 лет. Следующий сюжет вы не должны пропустить. Верный способ, как справить столетие, рассказала жительница Байкальска. Вековой юбилей она отметила накануне. Наша съемочная группа побывала у нее в гостях и узнала секрет долголетия. О своей работе и жизни Фитиня Герасимовна говорит с удовольствием. Тем более, есть о чем рассказать. Родилась она в деревне Казанцево, Гировской области. После четвертого класса пошла работать в Ясли, а потом в колхоз. Оттуда ее отправили учиться на киномеханика. В 1944 году вышла замуж. От счастливого брака родилось трое сыновей. В Байкальск семья Истоминых переехала в 1965 году. Супруги устроились на БЦБК и проработали там всю жизнь. Фитиня Герасимовна признается – никогда не боялась работы. И даже сейчас продолжает готовить, ухаживать за цветами и занимается физкультурой. Вот так. Всяко. За свои старания женщина удостоена звания ветерана труда, ветеран Великой Отечественной войны, награждена многими грамотами. Столетний юбилей почетного жителя Байкальска отметили с размахом. Всем улыбалась, поздравляли ее, целовали, цветы вручали. Был глава города, был заместитель. Она комплиментами была дарена и потом улыбалась, и с ними так любезничала, чисто по-женски. Праздник организовали в ЗАГСе. Сотрудники говорят, всегда рады, когда родственники обращаются к ним с предложением отметить большие юбилеи в торжественной обстановке. Ответственно, как-то трепетно, потому что люди с таким почетным возрастом заслуживают большого уважения. То, что они в принципе есть, они готовы нести свою историю, историю своей жизни, доносить их до детей, до внуков. Пользуясь случаем, наша съемочная группа решила узнать, в чем же секрет долголетия. Рецепт волшебной смеси оказался несложным. Нужно взять два лимона, корень женьшеня и подсластить их медом. Корень мясорубку прокручу, и это лимон, и всю эту массу с медом смешать. 200 грамм меда по чайной ложке после этой. Не знаю, лучше ли, не лучше ли, но не хуже, наверное. А еще важно иметь доброе сердце и совершать хорошие поступки. Ирина Томча, Константин Синицын. Новости сейчас. Самое обаятельное и привлекательное, а еще самое красивое, талантливое и творческое в областном центре назвали имя победительницы конкурса «Миссис Иркутск-38». Впервые в нем участвовали не только иркутянки, но и представительницы других городов области. Так кто же она, «Миссис Иркутск-38»? С обладательницей короны познакомимся в сюжете. За их хрупкими плечами многочасовые тренировки и огромная работа над собой. На сцене 20 финалистов конкурса «Миссис Иркутск-38». Это жительницы Иркутска, Ангарска, Уссуле-Сибирского и Хомутова. Самую красивую представительницу региона выбирают впервые. Конкурс организовала Екатерина Чепей. Я несу девушкам то, что они не могут получить в жизни. Это конкурс не по шаблону, а конкурс, чтобы изменить себя внешне и внутренне. Мы занимаемся с девушками по два месяца. И в курс у нас входит ораторское искусство, фотопозирование. У нас рассчитана вся программа. Участницы предстали перед жюри в спортивном образе. Затем продемонстрировали свои творческие способности, изготовив сувениры собственными руками. А после зрителей ждала самая завораживающая часть шоу – выход в вечерних платьях. На конкурсе выбрали миссис-кулинарию, миссис-спорт, миссис-зрительских симпатий, а также вторую и первую вице-миссис. И вот волнительный момент истины. Накануне только корона-победительница, но и главный приз – бесплатное участие в конкурсе «Миссис Россия-Мира». Юлия – экономист в крупной строительной компании, не в силах сдержать слез. Ее корона – это заслуга в первую очередь самых близких людей. Мужа и трехлетнего сына делится победительница. Опыт участия в конкурсах красоты у миссис-иркутск-38 есть. Десять лет назад она уже боролась за звание самой красивой. Это был телепроект телеканала «АЭС», «Мисс ТВ Интернешнл». Я выиграла мисс, приз, так сказать, зрительских симпатий. Постараюсь достойно представить нашу область. Я надеюсь, что успешно. Конкурс «Миссис Россия-Мира-2019» пройдет с 3 по 6 июня в Москве. Марина Бетлемишева, Павел Рютин. Новости сейчас. В Иркутске завершился чемпионат области по мини-футболу среди любителей. С ноября по апрель команды играли между собой только внутри зоны. Затем по четыре лучших вышли в плей-офф. В финале встретились иркутская команда «Ирайера» и «Ангарский салют». Со счетом 4-1 победу одержали иркутяне. Лучшим игроком турнира признали форварда чемпионов Владимира Усова. Бронзовые награды взяла команда из Братска «Питстоп», которая обыграла коллектив «Гранд Байкал» со счетом 7-4. И к этому часу у меня вся информация. Всего хорошего и до свидания.